всем привет продолжаем ответы на вопросы ваши да вторая часть у нас так давайте сразу приступим у нас этот память на телефоне резиновая так бывает так что например одна половина камня рубин другая сапфира как такие камни называются это все равно всегда корунт это такой минерал в зависимости от того какого он цвета он будет или рубин или сапфир и тут не то что там один камень наполовину рубин наполовину сапфир до сих пор многие в аппаратуре и многие ученые гемологи спорят между собой что же все-таки например чем отличается розовый сапфир от розового рубина это условность ребята это просто название поэтому можно увидеть сертификат где будет написано корунт а дальше будет написано рубин-сапфир у меня такой сертификат был я когда-то в каком-то из видео его показывал поищите посмотрите вот бывает да что прям вот камень он наполовину синий наполовину красный и вот его тоже напишут скорее всего или корунт рубин сапфир или сапфир рубин что-нибудь такое по сути это один минерал там просто разные металлы в разной валентности да они дали вот разные цветы все но кстати всегда стоит дорого если цвета хорошие так вы как-то сказали что этот камень можно поставить перстень без огранки как закон в россии относится к хранению не ограненного насколько я знаю я могу путать видите я в россии не живу и как бы не очень хорошо владею законами что в изделиях в изделиях в россии ты можешь носить хранить чего угодно без изделий не ограненные допустим камни так называемые первой группы насколько я знаю туда входят например алмазы до алмаз это не ограненный бриллиант ну вроде как хранить или перемещать или продавать нельзя но это вам надо лучше уточнить у то есть в изделиях точно можно это сто процентов а вот без изделий вам уж нанять юриста взять у него консультацию я могу ошибаться закон в россии постоянно меняется так как вы познакомились с вероной год назад полтора года назад весной снимал подробный ролик рассказывал там что посмотрите так можно ли взять камни из почек и граните вставить перстень спасибо конечно можно никто не запрещает более того даже видел в интернете где-то кто-то такое дело так что в африке пока запомнилось больше всего ну конечно ребят мне запомнилась нгурунгору незабываемое место часто снится собираюсь туда ближайшее время попасть еще не запомнилась саванна масса и животные но узнать сама атмосфера дух вот запах воздух саванны вот там потрясающе там очень классная все остальное где был горы джунгли озеро виктория как то вот не так а вот сам вот этот район а таруши вот сторону нгорунгора да там прям какие-то волшебные магические места знаете есть места где вот вроде ничего такого особенного он там какая-то потрясающая атмосфера вот на бали например так вот на яви также вот там так то есть советую вам туда поехать так можно рассказать про добычу камней страны где идет война добыча камней сделки прекращаются или происходит что-то наподобие фильма кровавый алмаз ну смотрите какая ситуация войн это в основном теперь в наше время идут из-за денег и если добыча камней приносит денег больше чем приносит война то война быстренько локально именно в этом месте заканчивается там начинается добыча камней и вот поэтому это все решаемо вы наверно слышали про такое место как кашмира да это граница индии пакистана вот там знаменитые очень крутые сафиры месторождение оно прям находится в местах там спорной территории там боевые действия даже там умудряются как-то подкупать военных и ночью где-то там подкапывать вроде как я по крайней мере об этом слышал и видел камни которые выкопали вот уже в период войны действий поэтому война всегда из-за денег и собственно если сафир приносит больше денег да говорил чем война то все решаемо так как не какие книги ресурсы посоветуете для начинающего гемолога такой совет советую вам взять денег и месяца на три поехать на какой-нибудь рынка камней и там пожить и нанять местного товарища который шарит чтобы получить насмотренность вот это самая лучшая книга потом уже после этого если вам что-то не хватает каких-то знаний почитать это рынок может быть во вьетнаме деревни енде это может быть на шиланке город ратнопура или город беруава это может быть в таиланде город чан-та-му-ри или в той же танзании городок который называется а руша да вот там прям приезжайте снимайте квартирку или домик рядом с рынком и каждый на рынок приходите сидите там с утра до вечера я это делал примерно полгода этим занимался получите очень серьезно насмотренность никакие книги вам столько информации не смогут предоставить так расскажите про марганит буду на добычу расскажу так какие камни наиболее выгодны для инвестирования в ближайшие пару лет снимал об этом подробное видео все там перечислял посмотрите поищите вот здесь вот я снимал его где-то феврале мне кажется вот где-то в том районе так удалось сделать скважину в африке конечно я не успел в этот раз ее сделать вот следующий раз полечу там не так быстро как вы думаете сначала приезжает диалог разведка не смотрит если там вообще вода все обчитывать несколько месяцев короче сам весь цикл занимает месяца три примерно поэтому буду конечно делать но это не вот так вот что я приехал бурите тут и они там раз пробурили готово нет попадались ли вам камни от которых вы почувствовали негатив нет я вот честно найти когда я встречаюсь с людьми которые говорят о ты чувствуешь какая тут энергетика там прям вот доброе доброе тут вот злая какая-то я к этим людям отношусь юмором более того да расскажу вам проводим над этими людьми эксперименты будучи еще в юном возрасте было мне там где-то 22 года я возил очень часто много такую экскурсию провинция чентабури река квай или квая если быть правильным в таиланде там была пещера просто пещера но они же должен что-то рассказывать я у местных жителей на тайском уже тогда хорошо владел спрашивают что в этой пещере было необычного чего рассказать да ничего просто пещера и все тут таких пещер много ну вот я такой дай-ка это попробую а мне уже тогда рад зарадовали забавляли люди которые вы чувствуете какая тут вот созидательная положительная энергетика там допустим женская вот здесь женская прям чувствую энергетика женская я значит вез группу на автобусе 45 50 человек рассказывал что в этой пещере веками находился такой буддийский йога издерийский целительный центр что здесь просветили монахи что здесь там слепые начали видеть там эти неходячие начали ходить и там все болезни вообще проходят и это прямо такая пещера про которую все знают в таиланде и все у кого что-то болит туда едут и вот эти люди которые в это все верят немедленно тут же начинали мне рассказывать после того как мы выходили этой пещеры что константин вы знаете у меня перестал болеть голова задница значит я всю ночь отлично спала до этого у меня было 500 лет бессонница я сейчас офигенно чувствую у меня появилась либиды и вообще аппетит и вообще все вот когда его следующую группу я рассказал что в этой пещере чтобы было что-то типа концлагеря пещера была большая и там японские оккупанты таиланд был оккупирован японцами во время второй мировой вот японские оккупанты устраивали камеры пыток они пытали там исчезать людей люди в страшных мучениях умирали там тысячами что в этой пещере забиты насмерть там забыто на 19 тысяч людей и вот эти люди тоже начинали что тогда я чувствую такая атмосфера тяжелая я потом с ночи спала у меня повысилось давление утром схватилось сердце ну в общем понимаете да поэтому нет я камни делю на красивые некрасивые вот я не знаю камни которые дают какую-то положительную энергетику или отрицательную возможно я этого не чувствую не знаю поэтому к этому отношусь с юмором так тут такой вопрос длинный расскажу вкратце есть у тебя 23 долларов если смысл покупать один камень или несколько для перепродажи в дальнейшем там через пять лет я бы стал покупать 23 как бы так лучше до что все яйца в одну корзину не складывать так просто вугам и шпинели махенги расскажите какого не бывает света а это вам нужно посмотреть выпуски интересные камни дели за год последний вам нужно посмотреть мою поездку на в деревню махенги да вот собственно там я показал прям там разных цветов бывает и лавандовые и моя любимая сумеречная шпинель там уже добывается то есть получается тоже махенги но вместо добычи махенги да вот посмотрите изделие цвета наделаете или планируете у меня есть мастер который такое делает но заказов пока особо нету может быть себе сделаю так если делится квадфиге про камни честно не знаю я вообще не понимаю как можно сфотать так чтобы понимаете типография она же искажает цвета устройство все цвета искажают вот сейчас даже кто будет смотреть этот видос да вот это вот картина она будет чуть-чуть разного цвета у всех поэтому не представляю как можно сделать такую энцикопедию что там я поэтому видео снимаю потому что хотя бы в движении ты что-то понимаешь как он вообще выглядит камень а как можно на фотки передать пока не понимаю так тут вот мурат амаров видимо потому что русский не его родной он уже зашифровал есть резон ехать в зимбабве за белыми в кипе чего это обозначает хрен его знает и как лучших провозить в каком виде до дому уже без кипы белые скорее всего бриллианты наверно но вы должны знать что нелегальный ввоз бриллиантов и не только бриллиантов россию это уголовно наказуемо деяние поэтому надо в россии открыть компанию купить лицензию и скорее всего там придется в зимбабве вашем тоже открыть компанию купить лицензию как я сделал в танзании до оплатить налоги все и тогда ввози не хочу как отличить рубин сафир синтетику от природного по каким включениям под микроскопом только в лабораторию больше вообще никак есть синтетика такая которую вы ни под каким микроскопом если у вас нет гигантского опыта вы ее не отличите сдавайте в лаборатории где легче заниматься бизнесом сильно сильно ли в этом проигрывает россия но вот возможно разозлю многих ура патриотов но ребята да проигрывает и россия украина довольно сильно почему потому что во первых куча законов миллион который противоречит друг другу вот во вторых какие-то неадекватные совершенно налоги но по моему мнению очень странные такое ощущение ну то есть настолько много берут налогов что проси уже давно должны быть идеальные дороги тротуары там не знаю какие-то остановки и все остальное газоны везде чисто везде должно быть но ясно что это все разворовывается в основной своей массе и в россии в принципе ну по моему мнению по опыту моих знакомых друзей то что я вижу на по сути 90-е когда люди грабили бандиты они переросли когда это стали делать фсбшники если на бандитов можно было хотя бы написать заявление или можно было застрелить фсбшников уже как бы заявление на кого писать вот и если быть ну как бы сузить момент да то есть вот например мой ювелирный бизнес почему я не хочу открывать какие-то магазины в россии потому что на той же шри-ланде в том же таиланде вот у тебя магазин и кто-то открыл через дорогу допустим или в соседнем квартале да и вот у тебя вдруг товар лучше или сервис у тебя лучше или ты больше людям нравишься и покупать стали у тебя знаете что сделает твой ну типа конкурент по соседству он скажет что слушай блин ну да у него лучше сервис надо нам сервис повышать тоже вот а в россии я знаю что участники в том числе ювелирного бизнеса постоянно себя друг на друга натравливают там фсб санэпидемстанцию милиционеров какие-то проверки и там ну вот это все и как бы это все не конкурентная игра это все не настоящий бизнес я как бы не понимаю как увести зачем он нужен так вообще и но у меня нет знакомств таких да я не хотел бы знаете когда твой бизнес зависит от какого-то твоего друга из фсб которому ты заносишь платишь долю ты участвуешь во всей этой коррупции ну как-то вот мне такое не нравится я прям знаю истории когда там к одному из участников ювелирного бизнеса в москве пришел клиент что-то выбирал посмотрел потом он узнал что клиент купил у другого но он отравил налоговую он позвонил сказал что там вы знаете они там воруют и у них там вот это и то есть все и 5 10 к нему приехала налоговая могут в принципе до сих пор практикуется и травки подкинуть какой-нибудь чего угодно поэтому вот как бы я уже от этого отвык честно мне больше импонирует европа и азия где этого ну если или вообще нету или в разы меньше да по крайней мере в таиланде я не слышал истории чтобы у тебя просто кто-то мог взять отобрать твой бизнес тебя посадить подкинув тебе траву например или там пистолет не знаю таких историй их в интернете много но когда начинаешь разбираться они все ненастоящие там основном как было что значит европеец приехал в таиланд познакомился с проституткой значит оформил на нее какой-то магазинчик или кафешку уехал в германию там москву русские такие тоже попадаются там что-то по работе вернулся а проститутка представляете повела себя как проститутка и его просто не пустила домой или не пустила его магазин когда он попытался туда вломиться разбил окна она вызвала полицию его арестовали и посадили там на две недели за хулиганство так тут все по закону это не его был магазин и это было изначально заведом проститутка он знал на что он идет это немножко другая ситуация а так вот чтобы бывать здоровая конкуренция и тут взяли этого товарища то что у него были хорошие цены хороший сервис его посадили ну я не слыхал такого так дальше в чем красота черных бельянтов они же не прозрачные а в чем красота голубых глаз или черный глаз или в чем красота тети у которой большие сиси например ну дело вкуса мне очень нравится он такой вот прям мужской настоящий камень да нет даже не мужской он вообще брутальный готический прям вот мне нравится в чем красота черного harley-дэвидсон мотоцикла но в том же и черных бельянтов то есть это дело вкуса совершенно так благородные австралийские опалы когда будут выпуски будут когда туда поеду так вот хороший вопрос слушайте да прочитаю так время нас есть так встречая различные звезды и сапфиры которые отличаются не только цветовой гаммой а также количеством лучей 4612 ваших обзорах я никогда не видел сапиры четырьмя лучами они мусор значит четыре луча это синтетика это не сапфиры это синтетика которая стоит меньше одного доллара не знаю там рублей 30 она стоит если на рубли пересчитывать вот запомните дейтер калмитский интересное прозвище четыре луча подделка сто процентов точно все остальное нужно проверять четыре луча даже проверять нужно точно подделка четыре луча у нас бывает бывает звездчатые гранаты там четыре луча и бывает звездчатый лунный камень оказывается там тоже четыре луча сапфиры нет всегда 6 лучей или 12 так пользуясь случаем хочу передать огромнейший привет дмитрию пучкову человеку внесшему огромный вклад в мое восстановление как личности передам он-то вас не знает лично я вот с ним вчера виделся мы записывали видос и увижусь через пару дней еще как вы относитесь к вере бога никак бога нету я всегда вот кстати всем кто тоже атеисты вы сталкиваетесь вот этой темой подсказка такая смотрите я обычно задаю вопрос а можно от вас спросить что вы думаете как вы относитесь к розовому единорогу всегда говорят к какому ну вот роза единорог такая ваша от розового цвета у него тут рог такой они говорят так их же не бывает я говорю а почему считать что их не бывает говорят ну как они есть в книжках вымышленные в мультиках вымышленные фильмах а по-настоящему их не бывает потому что люди никогда их не видели вживую не находили их трупов остатков останков окаменелостей как бы следственно их не существует ну вот отлично вы сами ответили на свой вопрос это всегда прокатывает у меня была замечательная история в египте до нас докопались проповедники такие очень серьезные дяди в возрасте там лет шестидесяти такие бородатые в костюмах с галстуками в белых рубашечках очень хорошо себя вели вот я им задал тот же самый вопрос говорю они это почему ты не веришь в аллаха почему вы не верите в розового единорога они где-то мы верим я такой в смысле я говорю подождите но лошадь с рогом они где-то мы верим они бывают мы у них верим почему нет я говорю как бывает вы не напутаете с этим с носорогом загуглил показал картинку единорога они говорят они между собой там па-па-па поговорили и говорят да это животное водится в омане и в каире оно есть зоопарке у нас поэтому мы в него верим все я это просто было пять баллов я говорю все я признаюсь я проиграл все сдаюсь так ну то есть еще раз да что не существует ни одного подтверждения существования какой-то божественной силы вот поэтому собственно я вот не верю так дальше как совмещать семейную жизнь путешествие там да и тра-ля-ля до ковида мы везде ездили вместе вы наверно видели ролики из вьетнама еще анки из папуа из явы мы ездили вместе у нас малец подолгу пропускает школу это кстати никак не искаться на учебе или на на качестве его на оценках да оценки все равно хорошие или там на уровне его интеллекта но вот сейчас ковид как бы верона боится ездить то что мы переболели и довольно тяжело ей это все далось и вот она пока не хочет но я собственно понимает нормально совершенно то есть здоровье оно одно будет ли видео по войне викингов да будет про реконструкцию расскажу так опять пропал и жду когда открыт эфиопию ребят так как у вас был странный подозрительный мутный покупатель ну вот я уже упоминал такой момент когда человек скинул мне предоплату мы выбрали камень я его купил муж кольцо делаем он пишет на там или она пишет меня бросил муж я отказываюсь ну как это возможно вы же не можете прийти например писать в магазине купили там машину или шубу например да и такие пришли ведь вы знаете мы с мужем поругались верните мне деньги забирайте ее нафиг как бы не получается но я конечно же продаю это и потом возвращаю деньги вот но еще были такие тоже юмористы привет мне нужно вот это вот деньги скинул деньги мы нашли это купили а потом пишет константин а я вот кольцо уже готово то есть прошло пару месяцев там три месяца кольцо готово спрашиваю куда отправлять он пишет константин а я подумал вот вы сделали сертификат а вы же можете сейчас камень заменить уже после этого и я не буду знать об этом я наверное пожалуй откажусь вот это довольно странно потому что взрослый человек обычно когда что-то покупать заказывать у кого-то где-то он сначала думает доверяет ли он человеку которому что-то заказывать или нет да обычно делается так вот но люди бывают разные вот это самые смешные странные конечно а вот тоже много спросили промелькнула новость что на щеланке открыто крупное месторождение звездочных сафиров и при этом там была фотка там был серый булыжник вот я спрашивал мне написал очень много людей на эту тему а похоже вот это вот булыжник похож на звездочный сафир все отвечали нет я отвечал ну вот собственно вы ответили на свой вопрос это была утка как бы местные жители ничего об этом не знают вот там могли найти какой-то такой здоровый корунт не ювелирного качества но помните я когда был на добыче допустим тех же рубинов в танзании там эти корунты отвалами так горами свалены но тоже можно и поехать вот эти сенсация пожалуйста журналисты такое любят то есть это неправда так вот тоже хороший вопрос расскажите пожалуйста черном золоте как изготавливается знаю что есть минимум два способа о характеристиках прочности в изделиях как носится плюсы минусы о нюансах ухода за изделиями заранее спасибо да все правильно ласковая стерва молодец и хороший вопрос смотрите первое это берется золото любой пробы и покрывается чернением роде да вот это то что делаем мы вот у меня допустим вот кольца они покрыты роде да вот они что покрывать золото или серебро разницы никакой нету вообще совершенно да со временем она царапается но полирнуть и перепокрыть стоит ну тысячу рублей то есть и вот у меня месяца по три по четыре они выдерживают а то и подольше есть новинка которая вышла в прошлом году сделали именно сплав когда золото действительно становится черным и внутри то есть если кольцо распилить оно будет внутри черное да но она к сожалению очень хрупкая ломка я бы с удовольствием себе надел бы всякого из черного золота но у него пронги вот эти вот штрихи которые зажимают да этот камень крепят они отламываются вот поэтому опасно потерять любимый камешек будешь потом плакать вот насколько понимаю технологии быстро развиваются если сделали уже все-таки черное золото то я думаю что придумать как его сделать менее хрупким это уже дело времени то есть надо нам немножко подождать поэтому к сожалению дорогая ласковая стерва один способ только покрытие то есть золото который сильно черное везде и из наружи и внутри и при этом не хрупкая сейчас пока нет такого так как привести камень через вас написать мне ватсап или в telegram все очень просто так что-то какой-то странный вопрос существуют ли тенденции граждан обращать свое внимание на недрагоценные камни будут ли обзоры украшений из таких минералов в мос-вегасе и питере если пласт магазинов и частников торгующих недрак камнями я понял примерно вопрос дело в том что я уже много раз говорил о том что драгоценные недрагоценные камни это условность в законодательстве и в разных странах она разная например в россии шпинель считается недрагоценным камнем и кстати это вообще потрясающее странность все сафиры которые не и синие в россии не считается тоже драгоценным камнем. То есть, вот синий сапир это драгоценный, а хот-пинг или черный звездочный, или зеленый, или полихромный, он не драгоценный. А везде, в других странах мира, драгоценный. Поэтому тут вопрос, он, собственно, неуместен. То есть, по сути, нет драгоценных, не драгоценных камней. Вот. То есть, это вот как в каждой стране сами по себе договорились. Если мы говорим о российском законодательстве, то, например, смотрите, турмалин параиба, который неоновый такой, зеленый, да, лазурный, он стоит гигантских денег. Это, по российским законам, не драгоценный камень. Их продают в магазинах за очень-очень дорого. Десятки сотни тысяч долларов. Вот вам один из примеров, пожалуйста. Драгоценные камни Афганистана. Спасибо, пока не собираюсь. В Пакистан собираюсь ехать. Там есть красивые турмалины. Открыто ли новое месторождение турмалинов параиба в Нигерии? Нет. Не слышал о таком. Держу руку на пульсе. Пока месторождение в мире одно. Бразильское давно и сякло. А, кстати, параиба много пошел по отдельной из Китая. Будьте осторожны. Там берут обычные турмалины. Их как-то облучают. Бомбят там протонами, электронами. Они становятся такого цвета, который, ну, вроде как похож на параибу. Но это не она совершенно. Что вы думаете о продаже камней якобы природных в серебре? Индия, Таиланд. Очень много продают на ютубе, в инсте и т.д. и т.п. Ну, это, конечно же, все... Вы же понимаете, прекрасно. Я же делал контроль и закупки. Это все подделки и заливка стеклом. Причем даже не корон заливают, а там какой-то силимонит. Это вообще какая-то поделочная хрень совершенно. Ну, обман. Аферисты. Я уже говорил свое мнение по этому поводу. Если бы они писали, подделка. Ну, тогда окей. Они же пишут, что это натуральное. Афелюги их надо всех сажать. Сколько языков вы знаете? Можно ли заниматься вашим делом? Знаю только русский. Ну, смотрите, я знаю очень хорошо тайский почти как русский. То есть, прям свободно чешу на нем. Неплохо знаю лаоский, но он никак не помогает. Тайский помогает только если ты закупаешься в Таиланде и больше нигде. И одно время довольно упорно учил язык монов. Это такое племя на севере Таиланда. Он живет и в Бирме. Просто много проводил времени в том регионе. Это Чантыбурь и провинция. И вот как с ними общался, решил почему бы не поучить. Но до сих пор очень много помню. Английский сказать, что я знаю нет, так нельзя сказать. То есть, я все понимаю. Вообще я могу все сказать, но у меня проблемы с грамматикой. Моего английского хватает, чтобы по всему миру закупаться. Везде, поэтому английского достаточно. По крайней мере, смотрите, ты прилетаешь, например, на ту же Яву или в Бирму. Ты всегда во Вьетнам. Ты всегда найдешь там человека, которого можно нанять. Он знает английский, и ты знаешь английский. И он плюс знает, допустим, вьетнамский. Да, вот во Вьетнаме, посмотрите видео, мы наняли девушку симпатичную. Ее звали Пао или Мао, не помню. Вот она знала английский и, в принципе, ее знаний нам, ну, хватало. Так, вы говорили, что расскажете о процессе продажи дорогих камней, конкретно про Рубин за 2,2 миллиона долларов. Уже рассказывал, посмотрите, год назад, летом где-то в августе я об этом рассказывал. Используются такие компании, как посредники и гаранты сделки, используются компании, такие как Феррари. Это та самая Феррари, которая делает еще Феррари. Малкомит еще такая есть компания и ряд других. Я прям там весь процесс сколько стоит, как все организовывается, все подробно рассказывал. Вы сами при ювелирке за Вестаковым работаете? Нет, не работаю. У нас несколько бизнесов, я об этом говорил, да, только в ювелирке у меня работает довольно много уже народу. У нас получается, что у меня сотрудники есть в России, на Шиланке, в Таиланде и в Танзании, да. И как бы если я буду сам сидеть, отливать, полировать колечки и не буду руководить компанией, но они все останутся без зарплаты и клиенты останутся без своих камней и колец. Я чем занимаюсь? Я занимаюсь на местах, вот полевая работа, это отбор, отсмотр, отбор камней, закупка, да, занимаюсь только я. И очень много дизайна я придумываю. Вот, собственно, а верстак за верстаком сейчас все печатает 3D-принтер. А человек, кого вынимает, кольцо уже отлитое, да, по модели, которую 3D-принтер напечатал, там только полирнуть. Ну, полирнуть это не такая сложная работа, ну, закрепка посложнее, да. Ну, собственно, нет, я не могу себе позволить на это тратить время. Вот правильный ответ. Так, делаете ли вы кабошоны, вернее, плоские камни с обоими полированными сторонами? Да, делаем. Вот у меня кольцо из метеорита с кабошоном, черный звездочный сафир. Пожалуйста. Он у меня снизу не полированный, но если вам нужно, и вы напишите в заказе, в тех заданиях, мы полирнем его с другой стороны. Никаких проблем нет. Так, Галина пишет на английском, но, насколько понимаю, слушает и понимает на русском. Есть люди, которые по-русски говорят и понимают. Вот, например, мой сын Адам, он такой, да, но писать по-русски он не умеет, да, у него родной язык английский, а второй русский. Вот. Галина спрашивает, если перевести, есть ли какой-то у вас сайт, где есть списки недвижимости в Таиланде и в Черногории? Да, есть, загубите белый слон Таиланд, и вы попадете на наш сайт Таиланде, и белый слон Монтенегро, и попадете на наш сайт по недвижимости в Черногории. Сейчас дела очень хорошо идут, у нас довольно хорошие продажи, их много. Так, ну тут опять, если есть синтетика, зачем натуральные камни? Об этом разгар рассказывал много раз, не вижу смысла тратить время сейчас. Вот туда, девушка молодец. Амаретто Амара, большое тебе спасибо. Вот, прочитал я комменты, что не так с этими людьми, кто считает, а с теми людьми, кто считает, что Константину сдалось что-то мнение, кроме его собственного, о его друзьях. Детский сад прям, не дружи с Филией, мне он не нравится, а я с ними дружу, и ты не дружи. Повзрослеете детки, и т.д. и т.п. Да, там написали мне, я сказал, что я лечу на записи Гоблина, мне написали, не дружи с Гоблином, не дружи с Климом. Ребят, ну я сам решаю, с кем-нибудь дружить, и вам таких советов вообще никому никогда не раздавал в жизни, и не понимаю, зачем вы это делаете. Так, вы бывали в Заполярье, Полярный Урал, ведь у нас тоже много всего есть интересного. В плане камней, это уголовка, уже говорил. В плане попутешествовать, самая северная точка, где я был, это мы ходили в поход на катамаранах по Карелии, дошли до Белого моря, вот самая северная, так, конечно, хочу поехать. Видел северное сияние, очень понравилось, хочу еще раз посмотреть. Как можно приобщить маленьких детенков к этой теме? Я беру с собой мальца, и прямо на месте, опять же, на рынках или на добычах показываю ему камни, говорю, смотри, тут видишь, вот включение есть, а тут нет, вот это вот цвет хороший, это плохой. Ну, то есть, визуальная насмотренность, ее дети уже хватают, ну, лет с пяти-шести, они уже понимают разницу между красивым и некрасивым. Ну, если он когда-то по этой линии пойдет, да, почему нет, то ему пригодится, конечно, с детства хорошая насмотренность, она, как бы, лучше, чем, начинать, чем раньше, тем лучше, я считаю. То есть, можете, да, брать уже. Дети очень четко отсекают разницу между там ярким розовым и бледно-розовым с очень маленького возраста. Так, расскажите, пожалуйста, камни султанит, которые продаются в Турции. Знаю, что очень много поделок, сам султанит мне как-то не особо зашел, возможно, поеду как-нибудь на добычу, тогда расскажу. Добычу, знаете, есть камни, которые мне особо нравятся, но мне нравится добывать, да, вот тогда в таком случае я могу рассказать, султанит мне пока не скажет, что прям сильно нравится. Так, как правильно транспортируется камень? Дальше вопрос. Имеется в виду, чтобы они друг друга не покололи, не поцарапали. Да, лучше каждый камень положить в отдельный какой-то тряпичный мешочек или в пакетик какой-то, вот, и даже, знаете, если их там много, рассовать их по разным кармашкам в сумке. Но опять же, не забывайте, что ввозите драгоценные камни первой группы в Россию, не имея лицензии, это уголовка. То есть, тут самое главное не по кармашкам их разложить, а открыть компанию, купить лицензию. Скажите о своих ближайших планах на месяц-два. Чем будете заниматься? Где планируете побывать? Когда в родной Таван возвращаетесь? Таиланд в этом году, скорее всего, не откроют, а по моим прогнозам, я думаю, что вообще его до весны открывать не будут, поэтому туда пока не планирую возвращаться, там все на стопе. Совсем у меня там осталось много сотрудников, все сидят по домам в основном, то есть, как бы, ну, ехать, чтобы сидеть там дома в локдауне, смысла никакого не вижу. Я хочу в Эфиопию, мне нужно ехать опять в Танзанию, потому что много заказов, у меня там компания, нужно поехать опять отобрать партию, ее оформить, заплатить налоги, отправить. Я очень хочу на Мадагаскар, я хочу в Замбию, Мозамбик, там взаиморуды и рубины, вот это ближайшие планы у меня такие. Так, какие новости о конкурсе? Гули-гули, дорогие гули-гули, опубликовали через неделю после начала конкурса. Так, вам работник-ученик нужен? Отвечаю на этот вопрос очень подробно, посмотрите, на Занзибаре я снимал 4 части ответа на вопрос, я там в какой-то световой футболке полулежа там, вот там рассказал подробно все. Так, как вы разбогатели, Иван Баранов? Ну вот, что, во-первых, Иван мы называем богатством? Например, да, мне бухгалтер мой сказал, что на момент закрытия финансового августа, то есть месяц августа, компания Синеджемс принесла мне чистого дохода чуть больше миллиона долларов уже, то есть год еще далеко не закончился. Можно это назвать богатством? Я так не считаю. Как бы, во-первых, вот честно вам скажу, что мы всегда миллионер, миллион, да, миллион, миллион, вот если бы у меня был миллион, когда я узнал, что мы заработали в этом году миллион долларов, я почувствовал, знаете что, ничего вообще, вот когда я, допустим, на Харлее прокачусь на своем, у меня прям вот радость, вот там как бы прям гормоны играют, сердце стучит, прям вот удовольствие, эндорфины там, вот, бодрит, а тут что-то, ну, это цифры, как бы, они выражаются, конечно, в возможностях, то есть деньги дают для меня возможность путешествовать, покупать там, не знаю, еду, друзьям помогать, вот, заниматься реконструкцией, но я это мог, и когда я зарабатывал в 10, в 100 раз меньше, то есть в моей жизни, в принципе, ничего не изменилось, я не считаю, что это огромные какие-то деньги, миллион долларов, это, насколько я понимаю, средняя квартира в Москве, и не только в Москве, кстати, легенда о том, что в Москве самая дорогая недвижимость, в мире, это полная брехня, в Бангкоке одинаково, столько стоит, и почти во всех столицах мира, вообще, вот, ну, например, да, опять же, что такое миллион, например, в Таиланде, мне нравится, в одном там месте домики стоят, прямо на берегу, вот, что ты открыл дверь утром, два шага сделал, и ты в море плаваешь, да, там на рассвете, или будешь с рассветом, ну, вот там домик, который, ну, норм, не прям офигенный, но нормальный, он стоит 17 миллионов долларов, потому что это береговая линия, это вот прямо на берегу, на линии прибоя домик стоит, ну, вот посчитайте, сколько мне лет надо работать, чтобы купить этот домик, а там не дворец, там не дворец далеко совсем, просто двухэтажный, такой относительно скромный дом, вот, если перефразировать вопрос, как вы разбогатели, вопрос, как вы зарабатываете деньги, очень много работаю, у меня родители инженеры, советские, работали на заводах всю жизнь, как бы у нас не было никогда, не знаю, даже такой роскоши, как машины у нас дома не было, и, собственно, просто работал, был период, когда я работал лет 6 подряд, я отставал в 4 утра, полежал домой в 12 в час, спал там в машине 15 минут на ходу, в кафе, там кофе попьешь, сидя вздремнешь в Таиланде, это вот когда открыл свой бизнес, ведь ситуация в чем, когда ты, наверное, сотрудник, да, у тебя рабочий день часто нормированный бывает, ну, как правило, а когда у тебя свой бизнес, или их несколько, у тебя все, ты работаешь всегда круглые сутки, каждый день, без выходных, вообще даже когда ты в отпуске, на выходных, ты контролируешь ситуацию, что-то разруливаешь, решаешь там, и все остальное, поэтому это не всем нравится, не всем это подходит, вот, поэтому я не скажу, что я разбогател, но как бы как зарабатываю, работаю, очень много, так, читаем дальше, так, в одном из видео, вы мельком показали процесс добычи гранита, с помощью огня, можно ли подробнее об этом, что они потом с ним делают, как обрабатывают, и т.д., просто нынче очень много альтернативщиков, которые пишут, ну не могли бы железо добывать гранит, обрабатывать тем более, соответственно, ваш материал может помочь ученым, выступающим за традиционные теории, разрешение, разрушать подобные мифы, тут, Федор Третьяков, огромное спасибо, вы прям это мне ножом по сердцу, смотрите, короче, я просто прижал мимо, увидел, да, что там скала, местные жители разжигают костры, в разном месте она лопается, разваливается, они опять жгут костры, опять лопается, на более мелкие куски, дальше они все дробили кувалдами, и просто как щебень все это продавали, но, как бы, дело в чем, что я отснял, и поехал дальше, это было, ну, мы и проехали там сотни километров, это была добыча золота, мне кажется, да, мы ехали, и потом я уже узнал, что это была уникальная совершенно вещь, теперь мне надо возвращаться обратно в Танзанию, искать такое место, и снимать уже все подробно, потому что я это видео скинул Саше Гоше Соколовым, anthropogenes.ru, они выложили у себя, там набежала сразу куча альтернативщиков, и написали, что это все брехня, развод, что там за углом стояли экскаваторы, эти долбилки какие-то там, не знаю, как они называются, и что вот это поснимали, потом подъехала там фигня, все разгромило, да, механическое, и я отъехал обратно, и что я фирюга, и все это брехня вообще полная, и они вынуждены были под давлением, под натиском альтернативщиков, и людей, которые такие там около альтернативщики, это видео удалить, потому что, ну, действительно, оно очень короткое, и нужно было там провести несколько часов, снять весь процесс подробно, походить вокруг, все поснимать, что действительно у них нет тяжелой техники, они не используют динамит, и всякое такое, я, к сожалению, этого не сделал, то есть я тут дурак совершенно, но я обязательно поеду все сниму, вот, это да, это потрясающий ценный опыт, что люди могут без инструментов вообще, ну, не то, что обрабатывать гранит, но хотя бы дробить скалы на какие-то куски, которые более-менее подходят для строительства там домов, каких-то работ вообще, да, то есть это круто, вот, там это все можно посмотреть вживую, это сделаем, так, раскройте вопрос черных камней и седей для мужиков, ну, а что тут раскрывать, пожалуйста, черный бриллиант, черный звездочный сафир, сумеречная грозовая шпинель, огонь, сейчас я пробиваю каналы, вроде как в Пакистане есть черный турмалин, который при этом не содержит огромное количество включений, то есть обычный черный турмалин, он совсем такой весь, знаете, пористый, в дырочку такой, в рытвинку, а там вроде такие нечистые, но возможно это обман, подделка, вот я сейчас покупаю пробный образец, вывожу его оттуда, да, там у меня есть товарищи, знакомые, сдаю на экспертизу, если да, то вот еще один будет черный, ну, черный опал опять же есть, дорого очень, австралийский, так, заметил у вас на шейно-грудном отделе поясывающую татуировку, скажите, я правильно понимаю, что это из духовного что-то, расскажите, пожалуйста, это да, это у меня сакьян, то есть тут набиты мантры, лики святых, символ ун-а-он, это развитие движения вверх, вперед процветания, да, это вот как раз мое влечение, этнография, антропология, это культ шаманской татуировки, из Юго-Состочной Азии, да, который состоит из язычества, индуизма и буддизма, об этом у меня очень-очень подробно выложена передача, смотрите ее ниже, мне кажется, весной я выкладывал, где в таком сером костюмчике, в клеточку, можно ли построить дом в кратере, Андрей Банев, прям как я, думаешь, Андрей, молодец, я бы тоже с удовольствием построил, нельзя, в кратере нельзя, и на склонах кратера тоже нельзя, и вообще там сейчас всех расселяют, даже кто вокруг живет, и заповедник делается все больше, 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 это круто, молодцы, так, как драгоценные камни просвечиваются на ринге, обычно их видно, я вот когда провожу, у меня сумку пропускают, все видно, они там лежат, все у этой видны. Так, давно крутится вопрос в голове, так тесно общаться с духовным и эзотерическим миром, и не впитать его ни капли, это кажется сверхчеловеческим, были ли у вас попытки всерьез снестись к вере, и лидии, во время практик в храме, и вообще в течение жизни? Находите ли вы в драгоценных камнях-металлах оружие, оружие, что-то кроме уникального их происхождения, что-то помимо эстетического удовольствия, с чем может быть связано, что вы совсем не пьете чай, вот, чай не пью, потому что в Таиланде нет вообще вот этой культуры, чаепитие и даже употребление кофе, да, там где города крупные, типа там Паттайя, Чонбури, Бангкок, да, там уже тайцы пьют кофе, и даже могут иногда пить чай, но остальная часть страны нифига они ни кофе, ни чай не пьют, я там живу больше 20 лет, собственно, я поэтому отвык, то есть ты едешь в какие-нибудь места, там деревни, поселки, в джунгли, кемпинги, местных жителей нет культуры вообще чаепития, почему, потому что в том климате именно напиться, утолить жажду можно только чистой водой, соки, кока-колы тоже все не проходит, пьешь столько больше еще, хочется, а чая то же самое, поэтому нет, так, дальше, а, по поводу, как можно столько времени проводить с шаманами, и вот не стать верующим, ну, я уже ответил, да, про розового единорога, так, сейчас у меня тут немножко съехало, так, сколько у нас, 48 минут уже, прошло, какая минимальная сумма на изделие должна быть, чтобы вы взялись его изготовить, понятно, что с мелочевкой возиться не рентабельно, но хотелось бы все же знать этот порог, смотрите, я много об этом думал, много считал, прикидывал, я говорил, я говорил, что можно купить, что можно купить, допустим, шпинель за 5 долларов, но это будет полная хрень, то есть, это будет что-то в трещинах, непонятного цвета, с кучей включений, и, вот смотрите, допустим, я себе наценил там 200 долларов, продал вам за 205, я заработал, поставил вам в кольцо, вы куда-то пошли, вас подруги спрашивают, а что это у тебя какой-то стрёмный камень, ужасный стоит в кольце, это что за хрень такая, вы говорите, а вот компания Cinergems, обращайтесь, то есть, антиреклама, да, получается, поэтому, нижний порог, то есть, это вот качество, приближенное к минимальному, да, но все еще хорошее, приемлемое, на мой взгляд, это 1300 долларов, вот, от 1300 долларов и выше, все, мы работаем, уже можно, но это за камень, плюс еще кольцо, кольцо и серебра, понятно, подешевле, и золото, понятно, что подороже, ну, там, в пределах 300-700 долларов, кольцо обычно, все зависит от того, есть ли вокруг обсыпка, и сколько ее, дорого ли жить в Черногории, какие цены на продукты, цены на продукты, один в один, как в России, что-то, допустим, там, морепродукты, мясо дешевле, хлебопулочные, допустим, дороже, дело в том, что, видите, я не шарю в ценах в России, вот то, что мои друзья, которые приезжали, сказали, а вот я вчера видел, свинина у вас чуть-чуть дороже, а сыр чуть дешевле, а в среднем получается так же, ну вот я-то не могу цены с российскими сравнивать, потому что я не живу, друзья сказали, что примерно одинаковые цены, недорого, совсем недорого, вообще качество продукты стоят столько же, но качество еды, ну, в разы лучше, там, и сыры, и мясо, и овощи, и все круче, намного, потому что страна очень маленькая, население мало, слабо развитое, открывать вот эти вот птицефабрики, где на потоке фигачит гормональный кур, смысла особо пока нету, это очень хорошо, то же самое там с сырами, и с фруктами, их и так много растет, если сделать теплицы, и там их пичкать вот этим всем, они выйдут дороже, а кто их будет кушать, если их будешь там по 5 урожаев за год снимать, да, людей в стране мало. Так, вот вопрос, почему вы не продолжили военную службу, как я понял, с вашими навыками, возможностями, можно было неплохо устроиться, что имеется ввиду, я не понял, это шутка, или, может быть, то, что я летал на Мадагаскар, как военный специалист, так это был фейк, за взятку сделан, это чтобы меня туда пустили, в страну, да, вот, я в армии не служил, у меня была такая история, я дружил с одним парнем, мы занимались альпинизмом, лет, наверное, 14, ходили по Сен-Эльбрус, на Фишт, и много разных других гор, покорили, ну, это было все во дворце пионеров, секция туризма, горного и альпинизма, да, вот, он был чуть постарше меня, его забрали в армию осенью, меня должны были забрать весной, значит, и, его забрали в сентябре или в октябре, я не помню, через месяц пришло письмо, что, слушай, у нас тут военной части, нам, нас еще ничему не учили, то есть, нам даже автомат не давали еще подержать, но прошел слух, что нас на следующей неделе отправляют в Чечню на войну, я в это не верю, потому что, такого не может быть, мы же ничего не умеем еще, пришло письмо, еще через месяц приехал в гроб с этим другом, и действительно взяли необычных, отправили в Чечню, как бы, я как-то резко зачаровался, я действительно собирался тоже идти в армию, думал, ну, долг надо выполнять, вся хрень, да, я как-то резко придумывал, в армию не пошел, тогда была такая возможность, я себе обходным путем, ну, коррупция, сами все понимаете, сделал паспорт, и уехал жить с границы, и, собственно, не жалею об этом совершенно, после этой истории, никакого, положительных никаких моментов у меня по отношению к армии вообще нету, то есть, как бы, я в сказки не верю. так, как вы отправляете, написано, привет из Юрмова, английским буквами, но по-русски написано, тяжело прочесть, как вы, короче, вопрос такой, как вы делаете доставку, мы делаем доставку во все страны мира, используем специальные компании, которые доставляют, там, дорогие часы, например, вот, вы что-то дорогое покупаете, как вы это все получаете, ну, не почта России, ясное дело, там все запрут, вот, DHL, ЕМС, и куча еще всяких служб есть, так, вопрос про тайский храм, забравшись на гору, обнаружил на вишине алтарик с колоколом, можно ли звонить в колокол на всю округу, что означает этот звон, люблю прокатиться на мотике по тайской глубинке, ночевать палатки, можно ли ночевать палатки на территории храма, можно ли спрашивать разрешение, нужно ли спрашивать разрешение у монахов, где можно разложить палатку в храме и т.д. До этого, не зная обычаев, приходилось ночевать с палатки в полях, ну, смотрите, конечно, надо спрашивать разрешение у монахов, я сам был монахом, и понимаю, о чем говорю, то есть, дело в том, что, во-первых, среди туристов, или людей, которые выглядят как туристы в том же Таиланде, европейцы, часто встречаются наркоманы, воры, грабители какие-то, ты его пустил приночевать, он там обширялся, умер, как бы, да, от передоза, например, что с ним делать, он ночью залез, обворовал храм, была история, на Букете пустили русского приночевать, он залез ночью в само помещение, где стояли статуи, непонятно, что он там делал, он говорит, что он был в пьяном угаре, вообще, то есть, он еще нажался вдобавок, и он просто столкнул статуи Буды на пол, разбил древние, эти кварные статуи, у них головы пооткалывались, ну, как бы, пипец, все, поэтому, да, надо спрашивать, и, да, могут монахи не пустить, в колокол звонить, как бы можно, но это вообще неуважение, да, то есть, ничего страшного не случится, если ты там пару раз звякнешь, но, как бы, лучше не надо такого делать, так, пять минут у нас осталось, так, как узнать, будет ли Сафир иметь звездочный эффект, прежде чем его, прежде чем принять решение о том, как его гранить, то есть, смотрите, если он звездочный, он такой гранит в кабошон, да, видно, то есть, на неограни, если его крутить со всех сторон, видны вот эти вот кристаллики рутила, особенно, если смотреть в лупу, и ты предполагаешь, что если его гранит в кабошон, скорее всего, у него будет звезда, вот, опять же, ты, вот, где ты добываешь, например, вот тут копают, и все знают, что синие Сафиры, которые находят здесь, они все с эффектом звезды, вот, собственно, так и узнать, что вы делаете с треснутыми или неинтересными камнями, вот хороший вопрос, такого много написали, я их не покупаю, я приезжаю на добычу, мне, как всегда, там, как и всем, это вот у них стандартная привычка, то есть, меня знают уже много лет, 10 лет, знают, что я не покупаю всякую хрень, но ее всегда предлагают, настойчиво, упорно, и бывает, что из года в год одни и те же люди предлагают одну и ту же хрень, я прям запомнил эти камни, они их мне показывают, я их не покупаю, то есть, вот, владелец мне показывает, смотри, а, смотри, как красиво, я говорю, нет, спасибо, вот, собственно, что я с ними делаю, возможно ли начать бизнес камня без денег, конечно, можно, я, собственно, так и начинал, то есть, я рассказывал, да, что я ездил по Шри-Ланке, по Бирме, по Камбодже, снимал камни, выкладывал, по Таиланду, выкладывал в интернете, вон, ВКонтакте, у меня друзья заказывали, скидывали деньги, я за их деньги выкупал, потом начали друзья друзей заказывать, то есть, мои вложения были нулевыми, потом еще года два, я писал, что, ребята, если вы купите камень, то я само изделие сделаю вам бесплатно, то есть, заработаю, ничего не возьму вообще, и камень вам продам без наценки, то есть, я продавал камень, допустим, купил за 1000 долларов, продал за 1000 долларов, для чего? Я набирал портфолио, очень сложно в нашем деле, вот когда ты стартуешь без денег, да, как делать люди с деньгами, они купили там 100 камней, сделали 100 изделий, их сняли по фото, выпустили какой-то каталог, выложили все это на сайте, начали принимать заказы, если у тебя денег нет, у меня не было денег, что делать? Отлистайте мой контакт, там лет на 7-8 назад, мне кажется, я еще тогда делал без, то есть, я писал, что камень продаю без наценок, только при условии, если вы изделие сделаете у меня, мне нужны фото, видео для портфолио, и бесплатно мы фигачили года два где-то, то есть, ну опять же, у меня была другая работа, я за счет той работы жил, она и сейчас у меня есть, да, вот, но вот у меня ювелирный получился, без вложений вообще, то есть, я за счет того, что я продавал камни без наценок совсем, делал изделие без наценок совсем, я собрал портфолио, и потом уже по этим, то есть, люди заходили, видели, ага, он делает, вот у него полно проданного всего, так, ну значит, он действительно существует, может быть, не аферист даже, и люди заказали, вот такое, только больше и другое, да, то есть, можно, я, собственно, вот, живой пример, я без вложений, начал этот бизнес весь, ну естественно, я тратил деньги на путешествия, но я бы и без камней, и так же путешествовал, как я и сейчас это делаю, так, нужны ли вам рабочие в интернете, с хорошим знанием английского языка, желающие работать даже бесплатно, только для того, чтобы обучиться, ну смотри, ты будешь работать бесплатно, сегодня поработал, завтра не поработал, я говорю, слушай, а что ты работу мне сделал, ты говоришь, слушай, так я же бесплатно работаю, иди в задницу, поэтому я вот такой, не это, не понимаю такую работу, если ты работаешь бесплатно, как тебя контролировать, и как тебя запугивать, чем тебе угрожать, штрафы, как, если ты бесплатно работаешь, вот хороший вопрос тоже, прям молодцы вы, много вопросов, интересно написали, так, уважаемый Константин, спасибо за информацию, если есть возможность, прошу вас ответить на вопрос, который возник после просмотра ролика о метеорите, говорили о температуре остывания, в конце сказано, что для камней это тоже важный фактор, мне стало непонятно, тогда как лаборатории делают синтетику, они ведь столетиями камни не остужают, каким-то способом они решили проблему, раз новые камни сертификацию проходят, не решат ли бизнесмены, это уже проблемы с метеоритами, ну во-первых, с метеоритами не решат, потому что он стоит совсем недорого, я говорил, что мне вот эта вся балванка для кольца вышла 35 тысяч рублей, ну как бы, а на оборудование надо затратить, на исследование на оборудование миллионы долларов, смысл какого? Никакого, то есть метеоритов в десятки сотни тонн валяется по планете Земля, и они стоят очень мало, если там что-то продают по 5-10 долларов за грамм, что ли, вот, следующий вопрос, да, скорость остывания медленная, очень важна для образования натуральных камней, и да, ее не могут повторить в лабораториях, и да, именно поэтому, то есть в лабораториях делают подделки, синтетику, да, имитацию, и именно поэтому гемологические лаборатории всегда определяют подделки, потому что там и вообще условия разные, и температура другая, и давление другое, и, конечно же, скорость остывания другая, вообще все условия другие, поэтому, собственно, подделки все всегда вычисляются, вот, значит, сейчас там, раз новые камни, сертификацию проходят, смотрите, это гонка вооружений, то есть, когда появляется новый уровень подделок, появляется новый уровень оборудования, который их может определить, я думаю, что, скорее всего, это вообще одни и те же компании их производят, да, я уже об этом говорил, вот, и новый уровень подделки может пропустить, не определить лабораторию, которая отстала на несколько этапов, ну, то есть, там, какая-то местечковая, я говорю, что бывают лаборатории, где там стоит микроскоп, еще 5-6 каких-то самых дешевых приборов, и все, вот такая лаборатория может пропустить, серьезная лаборатория, типа, там, МГУ, ГРС, да, конечно же, нет, они подделки идентифицируют всегда, и, ну, я думаю, что они даже следят за какими-то исследованиями, то есть, вот здесь сделали новую синтетику, они про нее уже знают, что ее сделали, да, возможно, вообще, они их и делают, ну, то есть, тут все, это как, помните этот, пуля и бронежилет, да, или там, стрела и кольчуга, то есть, тут стало круче, тут тоже стало сразу круче, вот, поэтому, собственно, да, сымитировать скорость остывать невозможно, никто не будет столько ждать, поэтому их всегда можно будет отличить, то есть, идеальную подделку, неотличимую, сделать невозможно, так, вопрос еще много, я думаю, что нужно заканчивать, уже у нас один час мы сидим, если вам интересно, если вы хотите дальше разобрать вопросы, да, если вам нравится слушать мою болтовню, напишите, давайте я потом дальше поразбираюсь, вот я вот запомнил, на каком мы вопросе остановились, вот, потом еще запишем, значит, смотрите, у нас сейчас на выходе уже, в этом, на стадии монтажа, лучшие изделия недели, лучшие камни недели, и я дописываю про религию Масаев, материал, и я дописываю, вернее, начал записывать, там будет несколько серий, энциклопедия про корунды, то есть, это рубины и сафиры, это примерно как про спинель было, это вот планы на ближайшие несколько недель, вот, вроде все, всем пока, спасибо за вопросы, всего хорошего, не болейте, берегите себя, вот, сейчас опять все еще времена, пока еще тяжелые, в плане вирусов всяких, счастливо, 那我們 ледко, В целом,